Привет! Это подкаст «Так вышло», я Катя Карангаус. А я Андрей Бабицкий, здравствуйте. Сегодня грустный выпуск, потому что это последний выпуск подкаста «Так вышло». Последний и подцензурный. Он последний, потому что мы не можем выпустить больше одного подцензурного выпуска подкаста. С одной стороны, с другой стороны, мы не хотим, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из-за нас пострадал. И, соответственно, что бы мы ни делали в дальнейшем, вот в этот момент, когда мы прощаемся, мне кажется, у нас нет ни у кого из нас, ни у Кати, ни у меня хороших представлений, что мы будем делать. Но, так вышло, кажется, мы закрываем. И мы не можем его поставить на паузу. Мне кажется, Катя, я не знаю, что думаешь ты. Я тут с тобой не согласна, потому что, собственно, последние сколько там дней все это длится, этот кошмар. Наш с тобой спор, некоторые местами не озвученный, не проговоренный в том, что у меня все встало на паузу. Я в случаях катастроф и стресса так начинаю медленно думать и обрабатывать входящую информацию, что для меня мы сейчас перестаем записывать. Подкаст так вышло, потому что я не знаю, что сказать. Раз, и два, в сложившихся условиях, в условиях новой законодательной реальности российской, я вообще не понимаю, как можно обсуждать добро и зло, и как можно обсуждать, как эти представления меняются, если меняются они пока только не в очень амбивалентную сторону. У нас действительно есть спор, и мы когда-нибудь, может быть, его продолжим, но я прямо тут это тебе скажу. Я правда считаю, что я все-таки исторический журналист, и мне кажется, что как журналисту, что подкаст, который в самое важное время, не может как бы выходить чаще и регулярнее, он в некотором смысле уже как бы этим самым мертв. И что, безусловно, я надеюсь, что все будет сильно лучше, надеюсь, что все вернется на крови своя, но мне кажется, что вот сейчас правильно и честно сказать, что нет, мы как бы в растерянности, мы не справились, и мы закрываем подкаст, а дальше как бы думать что-то новое, думать что-то для другой жизни, когда наступит новая жизнь, и главное – проозвучивать наши согласия и несогласия, когда мы лучше научимся их формулировать. Хорошо, я только скажу тебе напоследок, что ровно с этим я не согласна, с идеей, что мы не справились, и с идеей, что кто-то что-то сейчас должен. Не справились ни мы, и дело не в том, кто что должен. Собственно, мы для этого с тобой делали подкаст, чтобы видеть, как по-разному бывают устроены человеческие реакции, человеческая логика, человеческие решения, человеческие действия. И мне кажется, сейчас особенно важно понимать, что реакция людей, простых человеческих людей, очень многообразная, их поступки очень многообразные, реакции очень многообразные, и это окей, и нет никакого долженствования. И люди очень по-разному. Ты считаешь, что все должны немедленно выходить чаще и больше? Я не умею говорить, пока я не подумала Моя мысль никуда не дошла Она начинается и тут же заканчивается И так много-много мыслей Много-много дней подряд Но суть в том, что действительно Впервые мы с тобой друг с дружкой Мне кажется, сломались на том Что нам трудно сейчас понять И договориться о том, как мы действуем Да, но нам сложно просто К зеловому согласию прийти Я, честно говоря, и наши отношения Ценю слишком, чтобы Как бы на этом еще порушиться Ну, потому что мы реально сейчас просто В своем чатике как бы можем пересраться В любую секунду Я к тебе очень Отношусь, Андрюш Я считаю, что твоя реакция Тоже абсолютно нормально Адекватная, как и моя Как и я думаю, что реакции очень разные Огромного количества наших слушателей И тут давай уже закончим Что мы все о нас до нас Мне кажется, самое ценное, что произошло За те несколько лет Что мы ведем подкаст Так вышло, а до этого делал случай Самое ценное, что у нас есть Это наши слушатели Совершенно невероятная аудитория Которая спорила с нами Которая предлагала нам о чем спорить Не соглашалась Соглашалась Приходила к нам на открытые записи Присылала вопросы И больше всего мне жалко, что есть Эти десятки тысяч людей Из которых мы видели Несколько сотен Совершенно невероятных Очень приятных людей С которыми я иногда Переписываюсь И ты иногда Переписываешь И это ужасно Грустно Что сейчас мы все В такой ситуации И нам точно Можно сейчас писать Мне можно писать Просто в Телеграм О Бобицке А мой Телеграм Есть в Телеграм-канале Так вышло И что бы мы ни делали В дальнейшем Мы точно не пропадем И точно не потеряем Какую-то хотя бы Человеческую связь Между друг другом И собой Мне кажется Что это были Фантастические Несколько лет Половина того Чем я горжусь За последние годы Связанство Так вышло По крайней мере Половина у нас Были очень хорошие выпуски У нас были совершенно Фантастические слушатели И это была работа Которая всегда И даже сейчас Когда я очень нервный Даже в эти минуты Но в любые минуты Поход на запись Так вышел Для меня всегда был радостью Потому что я знал Что вот сам этот час разговора Как бы точно будет радостью Для меня было огромной радостью То, что Мы на самом деле С тобой же очень Мы как бы за все хорошее Как и огромное количество людей Но на самом деле Очень по-разному реагируем И по-разному думаем И во все остальные времена Мы могли с тобой Очень открыто Честно Об этом говорить Находиться На совершенно крайних полюсах Иногда Иногда рядом Но с разной аргументацией И наши слушатели Которые тоже Бывали на других полюсах И бывали не согласны Что это было пространство Где можно было Думать по-разному И занимать ту позицию Которая казалась нехорошей И при этом объяснять ее И выбирать позицию Непопулярную И сейчас С одной стороны Слишком явно Вырисовались Так сказать Понятия добра и зла И слишком Трудно и больно Сейчас даже пытаться Играть в какой-то спор Мы могли бы спорить Только о реакциях Но даже это Для нас с тобой На самом деле Сейчас довольно болезненно И трудно Да я даже думаю Что даже Как разговор о семейных Каких-то стратегиях Сложностях Сейчас очень болезненный Очень благодарна Куда-то двигался Спасибо Андрею Шабарзенко Спасибо Жанне Алфимову И спасибо Ильдару Фатахову Кириллу Сычеву И нам с тобой Да Давайте Все не плачем Расходимся Обнимаемся Пока